В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Марина Комиссарова. Мои коллеги готовы поделиться с вами самыми интересными темами минувших суток в сегодняшнем выпуске. Успеть до конца марта и получить 20 тысяч рублей из средств материнского капитала. В формате 3D в Радиотехническом университете проводят набор в школы 3D-моделирования и 3D-печати. Благоустроить города и села. Губернатор области поручил главам муниципальных образований активизировать работу. Работы по благоустройству городов и сельских населенных пунктов региона должны быть проведены комплексно и организованно. Об этом глава региона Олег Ковалев заявил на заседании правительства Рязанской области. Губернатор подчеркнул, что главам администрации, муниципальных образований и профильным службам необходимо взять под контроль организацию работ по благоустройству и активизировать их проведение. По словам главы региона, кроме уборки скопившегося за зиму мусора на улицах, в парках и скверах, дворовых территориях, необходимо обратить внимание на состояние фасадов зданий, газонов, деревьев, тротуаров, бордюров и дорожного покрытия. Каждый погожий день должен использоваться для того, чтобы наводить порядок и заниматься благоустройством. Тем более, что снег он почти уже весь растаял. И на поверхности уже и пластик, и пакеты, и чего только нет. Работа должна вестись комплексно и организована должным образом главами администрации. Благоустройство касается обочин дорог, в том числе федеральных трасс, автозаправочных станций и других объектов придорожного сервиса. Особое внимание губернатор обратил на состояние сельских населенных пунктов. Это касается и тротуаров, и скверов, и зеленых зон, это касается и территорий школ, больниц. Сейчас начнется ситуация, когда мы будем говорить «Ой, пожар». Значит, необходимо провести работы по зачистке прошлогодней травы, по опашке объектов, населенных пунктов, объектов аграрного комплекса. Возле каждого дома, в каждом населенном пункте должен быть порядок. Я считаю, что необходимо провести целую серию субботников в населенных пунктах, выбирая для этого благоприятное время. Министру региональной безопасности Андрею Глазунову губернатор поручил провести контрольные мероприятия по состоянию благоустройства совместно с административными комиссиями районов, выдать собственникам соответствующие предписания и обеспечить контроль за их исполнением. Аналогичную работу поручено провести начальнику областной инспекции по охране объектов культурного наследия в отношении тех объектов истории и культуры, которые находятся в зоне ответственности регионального правительства. Свыше 17 тысяч рязанских семей уже воспользовались выплатами на неотложные нужды и средства материнского капитала в размере 20 тысяч рублей. Специалисты регионального отделения пенсионного фонда напоминают, тем, кто еще не получил эту единовременную сумму, стоит поторопиться. Заявления принимаются до конца месяца. Подробнее в сюжете Алены Куколевой. Материнский капитал – это государственная помощь семьям, в которых двое и больше детей. Получить такой сертификат можно только один раз. Сумма на 2016 год составляет 453 тысячи рублей. Такая же была и в прошлом году. Чаще всего деньги используют для улучшения жилищных условий. А для того, чтобы обналичить 20 тысяч из материнского капитала, осталось две недели. Программа действует до 31 марта 2016 года. Еще есть время написать заявление и перенести номер лицевого счета. Отчитываться перед пенсионным фондом в этом случае не нужно. Деньги предоставляются в виде единовременной выплаты в качестве временной антикризисной меры. И важно обратить внимание на то, что срок обращения за этой выплатой до 31 марта текущего года. Заявление можно подать как в орган ПФР по месту жительства, так и в многофункциональный центр. Предоставив такие документы, как паспорт, копию сертификата, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и справку о банковских реквизитах счета, на которые в двухмесячный срок будут перечислены деньги после подачи заявления. Еще один нюанс. Право получить 20 тысяч имеют только те семьи, у которых второй ребенок родился до 31 декабря 2015 года. В Рязанской области за такой единовременной выплаты обратились уже более 14 тысяч человек. Общая сумма выплат составляет более 270 миллионов рублей. Олег Ковалев в ходе заседания регионального правительства дал поручение в недельный срок разработать и представить на утверждение план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в области. Как отметил губернатор, этот вопрос он ставил в рамках состоявшейся недавно комиссии при правительстве области по безопасности дорожного движения. В региональном правительстве забеспокоились о безопасности на дорогах области. Зима не оставила после себя ни дорог, ни разметок. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал поручение разработать план мероприятий по повышению дорожной безопасности. Я хотел бы, чтобы в недельный срок мне уже представили мероприятие на утверждение. Потому что уже неделя одна прошла, еще неделя дается вам на доработку и представить мне на утверждение. Это совершенно конкретные вещи должны быть прописаны со сроками, значит, с ответственными и там, где надо, сфинансирование. Потому что то, что у нас происходит, это, к сожалению, уже за пределы выходит. И не зря президент Владимир Владимирович Путин вчера в Ярославле проводил совещание по этой проблематике. И, собственно говоря, вопрос это всем уже понятный, над чем надо работать. Как отметил губернатор на заседании Кабинета министров, этот вопрос он ставил в рамках состоявшейся недавно комиссии при правительстве области по безопасности дорожного движения. Ковалев подчеркнул, что план должен включать в себя три блока мероприятий. Все планы мероприятий должны охватывать весь комплекс работ. Ответственный Булейков Олег Евгеньевич. Второе – это мероприятие по региональным дорогам. Ответственный министр транспорта – это дорог региона Межорин. И третье – мероприятие по федеральным дорогам. Ответственный министр транспорта – это дорог Межорин и руководители управления Росавтодора, это Большая Волга и М6. Я не беру сами ремонтные работы. Это, само собой, есть программа, она должна выполняться. Эти мероприятия должны быть согласованы с программой дорожно-строительных работ. Как в населенных пунктах, так и по региональным и федеральным дорогам. Также губернатор заявил, что следует провести, где требуются работы, по нанесению дорожных разметок. Установки предупреждающих информационных и запрещающих знаков там, где это необходимо. Размещению камер фото и видеофиксации, оснащение на трассах, обустройству пешеходных переходов и многое другое. Координировать эту деятельность поручено первому заместителю председателя правительства Рязанской области Шаукату Ахметову. Решение правовых вопросов порой требует разностороннего рассмотрения. Именно для такого комплексного разбора того или иного вопроса и создан Общественный комитет при Следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области. В его состав входят представители разных профессий. Кроме того, в процессе работы привлекаются эксперты из различных сфер в зависимости от содержания проблемы. На очередном заседании Общественного совета, где подвели итоги прошлого года, побывала Анна Герцовская. О большой практической пользе Общественного совета при Следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области уже неоднократно говорилось в регионе. Он является одним из лучших на территории страны. Целями и задачами нашего Общественного совета, это как, можно сказать, уже явление требования времени, Это разработка основных направлений государственной политики по вопросам, которые относятся к деятельности Следственных органов, именно Следственного комитета. Притворение в жизнь принципа гласности, открытости в деятельности Следственных органов. Вопросы, которые позволяет рассмотреть и решить этот Общественный совет, касаются различных проблем. Большое внимание уделяется вопросам защиты прав социально незащищенных групп граждан, профилактике правонарушений преступлений, возмещению ущерба в результате экономических преступлений, взыскании задолженностей по зарплате. Ежегодно, согласно положению об Общественном совете, мы проводим два заседания. Должны проводить два заседания. Но мы традиционно, как я уже подсчитал, проводили три заседания, кроме организационных. Ну, последние заседания я могу сейчас обозначить, они весьма актуальны. Это проблема суицида несовершеннолетних, работа с сиротами, в частности, по материальному обеспечению тех, кто является выпускниками школ и интернатов. Была проведена работа и в таких направлениях, как техника безопасности и производственной безопасности труда, а также в вопросах, связанных с медицинским обеспечением, где имеет место случаи, связанные с тяжкими последствиями, в том числе и со смертельным исходом. После подведения итогов на этом очередном заседании был переизбран председатель Общественного совета. Им вновь стал директор Рязанского филиала МАЭП Евгений Прысь. Кроме того, состав Общественного совета пополнился еще двумя участниками. Это Андрей Кашаев, депутат Рязанской городской думы, и Татьяна Гусева, президент Рязанской торгово-промышленной палаты. Я считаю, что предыдущий состав совета свою работу выполнил на высоком уровне. Я надеюсь, что новый состав совета займет такую же активную позицию и продолжит, ставшись, добрая традиция рассмотрения самых, злободенных, самых актуальных вопросов нашей работы. Ну и, конечно же, я хочу выразить благодарность Евгений Прысьев, это бессменный руководитель, настолько он заинтересован. Благодарим его за вот это отношение, такое неравнодушное к своей общественной нагрузке. Евгений Прысь, как руководитель, уделяет очень большое внимание организации Общественного совета для успешного взаимодействия с обширным слоем населения. В состав Общественного совета сейчас вошли уполномоченные по правам человека и уполномоченные по правам ребенка Рязанской области, представители СМИ, профессорско-преподавательского сообщества, а также бизнес, общественных организаций и духовенства. В Томском политехническом университете разработали искусственный спутник земли Томск ТПУ-120, корпус которого напечатан на 3D-принтере. Этот спутник планируют запустить с Международной космической станции во время выхода космонавтов в открытый космос. Модель относится к типу наноспутников и станет первым в мире космическим аппаратом, корпус которого напечатан на 3D-принтере. В будущем технология может стать прорывом в создании малых спутников, сделает их использование более массовым и доступным. В Рязанском радиотехническом университете также активно используются технологии 3D-печати. 3D-принтер появился в бизнес-инкубаторе РГРТУ около года назад и за это время уже подтвердил актуальность применения технологий 3D-печати и 3D-моделирования. 3D-принтер – это устройство, позволяющее из различных материалов получать 3D-модели, то есть объемные модели, которые можно пощупать, которые изображают какие-либо объекты, созданные на компьютере или в каких-то 3D-программах. Объемные модели нужны многим организациям для изготовления прототипов. Прототипы – это модели каких-либо устройств, которые нужны для проверки функциональности изделий перед массовым производством. Также это макеты для строителей, в том числе, наверное, вы видели в каких-то торговых центрах красивые объемные дома под куполом стеклянным, с деревьями. Вот как раз изготовить такие дома можно на 3D-принтере. Несмотря на то, что мало кто понимает, в чем суть использования 3D-принтера, его все активнее внедряют в жизнь современного человека, в том числе в образовательный процесс. Студентам радиоуниверситета он, к примеру, помогает в подготовке к дипломным работам. Выпускники благодаря 3D-принтеру имеют возможность визуализировать свои научные разработки. При этом для разных моделей существуют разные 3D-принтеры. Вот это радиоуниверситет. Модель радиоуниверситета в масштабе 1 к 1000. Выполнена достаточно точно. Была спроектирована 3D-дизайнером с фотографией с улицы, со спутников. В общем, достаточно хорошо получилась. Вот эта модель мне очень нравится. Это музей деревянного зодчества, наверное, знаете. Были там. Это одна из центральных фигур, любимая в музее деревянного зодчества. Бобер, по-моему, лису и суслик. Отсканировано. Чтобы получить такой макет, необходимо сначала разработать его модель в программе. А работа 3D-дизайнера – довольно кропотливый труд. Можно получить макет другим способом – отсканировав оригинал. Обучиться всем премудростям можно в школе 3D-печати, которая открылась в сентябре минувшего года. Школа 3D-печати и 3D-моделирования при радиоуниверситете имеет большое значение для детей, которые там занимаются. Занятия в этой школе позволяют приобщиться ребятам к техническому творчеству. Они у нас занимаются с 9 лет, то есть есть возможность с самого малого возраста и есть несколько возрастных категорий, вплоть до подросткового возраста, до старших классов. Занятия проходят на базе бизнес-инкубатора при радиотехническом университете. Все ребята сначала моделируют различные детали, модели строят в программе на компьютере и затем уже с помощью 3D-принтера выводят на печать. У нас работают очень квалифицированные преподаватели и занятия проходят на достаточно высоком уровне. Интерес детей к 3D-моделированию и 3D-печати растет, как возрастает и популярность продукта, получаемого в результате. Пока опыт применения этой технологии нов для Рязанского региона, но в бизнес-инкубаторе РГРТУ идет активная работа по расширению сфер, в которых 3D-печать может применяться. 16 марта в стране отмечают вторую годовщину присоединения полуострова Крым к Российской Федерации. К этой дате в областной библиотеке имени Горького подготовили культурно-образовательный проект «Россия и Крым. История и современность». В рамках проекта сегодня в библиотеке состоялась встреча с учеными. Свою точку зрения по различным вопросам, например, какова геополитическая значимость Крыма для России, чего ожидали и какие результаты получили за два года после воссоединения России и Крыма, высказали доктора исторических наук. Разбиралась в вопросах Анна Герцовская. Присоединение Крыма к России – это важнейшее историческое событие. Сегодня обсудить его со школьниками собрались лучшие профессоры и доктора наук города. Значение события, о котором мы говорим воссоединении Крыма с Россией, оно, ну как бы это ни казалось, парадоксально шире, чем геополитическое его значение. По мнению ученых, речь идет скорее о морально-психологическом настрой нации. То чувство сплочения, которое вернулось, может быть, к россиянам после этой даты, потому что на самом деле, я вам скажу, это не новость, ни для кого все согласятся, но России приходится платить за это. Действительно, мнения зарубежных стран очень серьезно разделились, и это, конечно же, отражается на внешнеполитической обстановке. Официально, может быть, не так много стран поддержали и признали вхождение Крыма в состав России, но то, что это укрепило позиции Российской Федерации, то, что это усилило ее международный вес, престиж, авторитет, способность влиять на развитие событий в мире – это однозначно. Это все темы на сегодня. Далее смотрите программу подробности. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok